Два года колонии общего режима, за что оккупанты вынесли приговор украинцу Александру Стышенко. Два года колонии общего режима, такой приговор украинцу Александру Стышенко вынес оккупационный центральный районный суд Симферополя. Процесс длился две недели, закончился 27 июля, но о приговоре Стышенко стало известно только сейчас. Его признали виновным в умышленном уничтожении чужого имущества. Правозащитники допускают, что речь идет о поджоге дома прокремлевского муфтия Крыма Эмиралия Аблаева. Александра Стышенко задержали в апреле этого года за курение в неположенном месте и неповиновение сотрудникам полиции. В мае в ФСБ заявили, что украинец был членом сформированной меджлисом крымско-татарского народа экстремистской группы, которая якобы планировала теракты на полуострове. После этого местонахождение украинца известно не было. Сейчас, по информации правозащитников, Александр находится в СИЗО Симферополя. Он поддавался тортуром, и его тривали час отримали не в официальных местах свободы, скажем так. И поддавали тортуром. Он дав зізнавальні показы. Он просто сказал то, что ему сказали, и пошел на угоду с следствием. В таких случаях есть условия процедуры расследования таких справ судом. В СИЗО Симферополя есть колония загального режима, но это еще не 100%, что он остается там, потому что он из Харьковской области, и это, возможно, будет предоставить, чтобы его перевезти до Российской Федерации. В доме с потертыми стенами и треснутым потолком вот уже более полугода незаконно осужденный Владимир Балух не был дома. И уже 157-й день продолжается его голодовка. Его мама Наталья Владимировна ждет скорейшего освобождения сына и тратит всю пенсию на то, чтобы помогать ему. Как живет семья крымчанина сегодня? Далее в сюжете. Красота какая. Просто жахты. Ну, Володе нету дома. Заняться никому. Это дом незаконно осужденного украинца Владимира Балуха. В нем он не был уже более полугода. Все хозяйство легло на плечи его матери, 75-летней Натальи Владимировны. Помогает женщине дочь и бывшая жена сына. И сейчас дружина Наталья, как настоящая жена украинская, взяла все на свои плечи и все это тягнет. Ну, а что ей, куда ей деваться? Ну, тут дочка приехала, то нет, там, то он указания им давал. Вот то-то сделайте маме, вот то-то, то-то. Несмотря на проблемы со здоровьем, Наталья Балух в этом месяце смогла встретиться со своим сыном. Свидание длилось всего 10 минут. Ждали до обеда, нема. Ну, и что, надо ехать, бо скотина вдома, надо на обед покормить. Цей машину наняла, я заплатила туда 400 рублів. Вот, ничего не получилось, едемо, мы назад, додому, после обеда обратно. Наняю машину, обратно, едем туда. Він никогда не скажет, я кого здоровье. Він всегда боится, чтобы я не расстраивалась. Мама, все хорошо, все нормально. Владимир голодает уже 157 день. О своем здоровье он не рассказывает, но Наталья Владимировна заметила, сын очень изменился. Вот тут, вот такие кости торчат, я удивилась. Вот такие костомахи торчат, вот так. Ручки такие такие худющие, сам такой заморщенный. Ну, что, мы, правда, две помидоры передали, ему огурчики два штуки передали. Ну, такие, чтобы они винограду там такого передали. А с еды ничего. С еды, сказали, ничего не передали. Родные передают балуху, простыни, одежду, клеенки. Что-то для него, а что-то для сокамерников. Я пенсионерка. Не, не, пенсия на один раз, да. Вот я получила пенсию и поддерживала, и все. И тут раз-два, как не туда, то туда надо, как туда надо, деньги в Симферополь. Пересыла ему. В селе Серебрянка к семье Балухов отношения неоднозначные. Одни его ненавидят, другие все же поддерживают Наталью, не афишируя этого. Кто морально, кто деньгами. А ждает помощи женщина и из Киева. Из новостей она узнала, что в столице идет работа над выделением финансовой помощи семьям политзаключенных. Но важнее денег для женщины – освобождение сына. Если Владимир не попадет в список на обмен, маме придется ждать его из тюрьмы еще пять лет. Ведь подконтрольный Кремлью суд вынес ему уже два приговора. Если бы у вас была такая возможность обратиться к президенту Украины, что бы вы ему сказали? А что бы я ему сказала? Просто, чтобы он помог мне с сына из тюрьмы, чтобы освободили. А так, ну, и я к Украину, он переедет, чтобы какую-то помощь ему оказали в Украине. Вот только то. Анастасия Исаенкова, Реза Асанов, Новости, ЮА Крым. Если бы вооруженные силы Украины в 2014 году имели такую же боевую готовность, как сегодня, Украина отстояла бы Крым. Об этом во время международного волонтерского и ветеранского форума «Там, где мы, там Украина», заявил президент Петр Порошенко. По словам главы государства, нынешняя российско-украинская война – это война за независимость Украины и развязал ее именно Кремль. В то же время Порошенко отметил, Украина никогда не согласится на мир на условиях, предлагаемых Россией. Ключ от мира находится в Кремле. И если кто-то будет навязывать нам российские кабальные условия, я хочу наголосить, что не только для президента, а для всей украинской нации этот шлях категорически непринятный. Потому что это шлях не до мира. Посмотрите Абхазию, посмотрите Осетию, посмотрите все оккупированные земли, посмотрите, как там живут люди. И это то, что пропонует Россия. Немедленно освободить Олега Сенцова и других незаконно заключенных украинских политзаключенных, пребывающих в тюрьмах России и Крыма. С таким требованием к федерации выступает государственный департамент США. В своем заявлении пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Хизер Ноярт выражает глубокую обеспокоенность ухудшению здоровья Сенцова. А также призывает российское руководство освободить Сенцова, чтобы избежать трагедии, которая, цитирую, неминуемо выльется в призывы привлечь к ответственности тех официальных представителей, которые имеют к этому отношение. Конец цитаты. Тут есть приказ выговорить Сенцова. В Москве задействовала, что это может привести к избежанию гражданин Украины. Я очень-очень сомневаюсь, что для Москвы ключевым есть то, что Сенцов считает гражданин Российской Федерации. Для этого любая заявка, где говорится о выговоре гражданин Украины Сенцова, она будет оставлена без движения, без никакой реакции, поскольку для России это является политическим риском. В Москве задержали активистов, которые выступили в поддержку Олега Сенцова. Более 20 человек собралось и памятник Грибоедову на несанкционированный властями митинг. Некоторые из них держали плакаты в поддержку незаконно осужденного крымчанина, а также портрет умершего в тюрьме после 117-летней голодонки советского диссидента Анатолия Марченко с надписью «Не хотим повторения». На месте митинга прибыла полиция. Как минимум 11 человек были задержаны. Около полуночи их отпустили после составления протоколов. В России будут выдавать медали за строительство Крымского моста. Указ об учреждении этой награды подписал президент Федерации Путин. На лицевой стороне медали изображен мост на обороте фразы за строительство Крымского моста с датами 14-19. Изготовление наград обойдется российскому бюджету почти в 30 миллионов рублей. Вручат награды намерены не только российским гражданам и организациям, но и иностранцам, принимавшим участие в строительстве моста через Керченский пролив. Эрвина Сулейманова – самая известная крымско-татарская балерина. В 19 лет она уже танцевала главную партию в Лебедином озере. Последние два десятка лет она работает в Хорватском театре оперы и балета. Эрвина родилась в Узбекистане, куда депортировали ее родители. Более 20 лет назад семья вернулась в родной Крым. Сама же балерина из-за плотного графика редко приезжает на полуостров, но все же нашла время проведать родных и осуществить свою мечту. Крым для меня – это все-таки родина предков. Эрвина Сулейманова – прима-балерина Хорватского театра. Недавно девушка побывала в Крыму. Там изучала народные танцы, а еще начала строить дом рядом с родительским. Папа очень сильно привил эту любовь к Крыму, любовь к родине. И он даже, я сейчас живя за границей, говорю, бабам, поехали к нам, у нас лучше, там все удобно, у меня там дом, все будет хорошо. Бабашка говорит, нет, я сюда приехал, я всю жизнь, говорит, стремился. Крым 50 лет и вот вернулся и крылья вчера все такое до конца сделать. Тут же никого нету. Бабашка, видите, какие деревья посадил. Абрикосы. Семью Эрвины депортировали из Крыма в 44-м. Она родилась в Узбекистане. Там же начала заниматься балетом. Работала в Ташкентском театре. Классику всю станцевала. Лебединое озеро, Спящую красавицу, Дон Кихот, Щелкунчик, Бахчисарайский фонтан. Бахчисарайский фонтан, кстати, я танцевала. Последний спектакль мой, который родители посмотрели в Ташкенте. И ночью сели на самолет и прилетели в Крым. Ну, Хана Гирей играла. Зарему. Да, Хазам? Да. Молодая девочка. Вот так вот. Я говорю, детства не видела. Уже 26 лет Ирвина Сулейманова живет в Хорватии. Почти все эти годы исполняет главные партии в Национальном театре оперы и балета. На сцене все видно. Человек, когда выйдет, он как голый. То есть ты можешь или не можешь. Любая ошибка видна, любой жест. То есть сразу видно, ты профессионал или нет. Насколько ты хороший, насколько ты неталантлив или талантлив. И поэтому вот этим работой и трудом приходилось доказывать. Крыму Ирвина изучала крымско-татарский танец Телли Турна. Его планируют показать хорватской публике. И мечтает о развитии балета среди крымских татар. Я карьеру свою сделала как балерина. Могу что-то дать своему народу. Начать здесь учить детей балету. Сейчас учу хорватских. Могу своих. В смысле крымских. Сын Ирвина учится в Хорватии. Ее жизнь в этой балканской стране целиком обустроена. Но Ирвина мечтает достроить дом в Крыму и жить рядом с родителями. На родине предков. Оксана Гуцел, Елена Майская. Новости. ЮА Крым. На эту минуту это все новости. В студии была Елена Солонина. Следующий выпуск новостей уже в 19.00. Оставайтесь с нами и подписывайтесь на ЮА Крым в Фейсбук. Субтитры создавал DimaTorzok